5, 4, 3, 2, 1, поехали! Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Детская служба новостей. И сегодня наша программа полностью будет посвящена телевидению. Как оно работает? Чтобы понять это, познакомимся с некоторыми терминами. Наглядно. Что такое стендап, например? Это вот. Это журналист, который вещает и говорит в кадре. А еще бывает журналист за кадром. Когда мы его не видим, а только слышим. Обычно он озвучивает картинки, фотографии или видео, о которых он рассказывает. Что такое лайф? Лайф из лайф. Лучше не скажешь. Жизнь – это жизнь. То есть, да, это моменты в сюжете, которые показаны так, как есть. Без наложения музыки или поясняющего текста. Это может быть старт гоночного автомобиля, аплодисменты зрителей, военная сирена. Да много чего. Это может быть живая музыка, пенье или обычное выступление с концерта. В общем, все, что можно кратко показать без комментариев. Если журналист вещает с места события, то это называется репортаж. Он может быть прямой. Все мы понимаем, что такое прямой эфир. Это значит, что мы видим онлайн все, что происходит. И тут страшно ошибиться. А есть репортаж в записи. А что такое не репортаж? Это программа, которая записана в студии. Для этого на телевидении есть телепавильоны. Удобные, хорошо освещенные места, где установлены камеры и суфлеры. Чтобы ведущие выглядели всегда красивыми, существует студийный свет. А чтобы смотрелись умными, телесуфлер. Ведь когда много буков, то есть много текста, то его очень сложно запомнить. К тому же некоторые программы, новости, например, подаются оперативно. Текст ведущему отдают буквально за несколько минут, ознакомятся. А читать его он будет с суфлера. Как здорово, скажете вы, вот бы в школе была такая же подсказка. Но все не так просто. Читать суфлера нелегко. Буквы на мониторе крупные, чтобы их было видно издалека. И помещается текст по одному слову в строчке. В результате он быстро бежит и за ним сложно успеть. Нет, наверное, ни одного человека в мире, который бы не радовался в детстве такому подарку, как карандаши. Раньше один карандаш делали пять дней. И, конечно, стоил он больших денег. Сначала карандаши были только круглыми. Но так как они постоянно скатывались со стола, то их сделали шестигранными. Вода – самое простое и привычное вещество на планете. Но в то же время она таит в себе множество загадок. Существует так называемое сверхохлаждение воды. Такими свойствами обладает очень чистая вода, без примесей. Даже при охлаждении ниже точки замерзания такая вода остается жидкой. Еще одна сложность работы телеведущим – это долго стоять перед камерой. От яркого света устают глаза. Буквы начинают сливаться. Б сложно отличить от В и от Н. Поэтому даже знакомый текст дикторы воспринимают как новый. Ведь он выглядит совсем не так, как на бумаге. Интересные факты о глазах человека помогут больше узнать о возможностях нашего организма. Брови, которые, казалось бы, не несут никакой полезной функции для нашего организма, оказывается, имеют очень важную роль. Они защищают глаза от пота, который может стекать в знойные дни по лбу. Порт содержит соль и может существенно нарушить функционирование зрения. Шоколад – приятная часть нашей жизни. Есть много интересных фактов о шоколаде. Делают шоколад из бобов какао. Это один из старейших природных источников пищи. Черный шоколад улучшает память и внимание. А для животных шоколад является ядовитым. Знаете ли вы, что у предков современных черепах были зубы? А вот голову в панцире прятать они не умели. Все черепахи умеют различать и запоминать человеческие лица. При этом водные виды черепах своей родной стихии отнюдь не так медлительно, как на суше. Во время плавания они могут развивать скорость до 30-35 км в час. А еще не забываем, что телеведущим нужно переключаться с одного суфлера на другой за секунду. Смотреть в разные камеры, красиво стоять, быть естественным, а не напряженным. В общем, сложностей множество. И несмотря на это, нужно улыбаться. Поговорим о том, что кружит голову героям в сказках. Химический элемент. Аурум означает сияющий свет. Золото – очень редкий элемент. В некоторых азиатских странах его добавляли к фруктам, желейным десертам, кофе и чаю. Чистое золото настолько мягкое и пластичное, что его можно формовать вручную. А еще из него делают нити, которыми можно шить. Несмотря на то, что зебры черно-белые, сами они имеют цветное зрение. Единственный цвет, который они не могут распознать – оранжевый. Когда-то в древние времена люди хотели приручить этих зверей. Однако положительных результатов это не имело. Более того, считается, что зебра – одно из самых пугливых животных. С незапамятных времен бабочки ассоциируются с весной, красотой, вечностью. Самым удивительным фактом об этих созданиях является то, что бабочкам необходимо солнечное тепло для того, чтобы летать. А еще бабочки никогда не спят. Вкусовые рецепторы у этих нежных существ находятся на лапках. То есть, стоя на растении, они могут ощутить его вкус. Телевидение, как и кино – это все-таки труд. Но работа эта не только ответственная, но и творческая. Получая телевизионный опыт, дикторы растут над собой. И постепенно, шаг за шагом, эфир за эфиром, они становятся увереннее в себе, лучше владеют собой, своим телом. Уже знают, как красивее поворачиваться, стоять и двигаться. Даже голос у телеведущих с опытом становится приятнее. Ну а главное, они начинают искренне и легко улыбаться. Ведь на самом деле, сниматься в качестве телеведущего очень интересно и весело. Ребята, помашите все сюда в камеру. Маша! Улыбаемся Машу! Как вам сегодняшняя съемка? Отлично! Кстати, телевидение в разных странах очень различается. Наша коллега Ева Долженко отправилась в Китай, где не только снимала сюжеты, но и подробно изучила телевидение. Сейчас мы сымитируем прямое включение. Ева! Ева, привет! Ты уже прилетела? Зрители у экранов, можешь поздороваться. Всем привет! С вами Ева Долженко. Сегодня я прилетела в Китай, на остров Хайнань. Проверим, как же здесь хорошо. Наша коллега узнала, что в Китае только государственное телевидение. 400 телеканалов одной телекомпании CCTV. То есть нет никаких National Geographic или привычного нам телеканала History. Вернее, есть, но китайские аналоги. Все ведущие с белоснежной кожей. Ведь в Китае считается, что это очень красиво. Не загорать. Местные новости сделаны очень динамично, как блокбастеры. Если в России в новостях кадры меняются со скоростью раз в 5 секунд, то в Китае ровно кадр в секунду. Очень много инфографики, съемок с квадрокоптера. И вообще, картинка как в кино. Кстати, в Китае считают, что по телевидению должны быть только добрые новости, только позитив. А еще, что телевидение должно только вдохновлять и радовать людей. Знаете ли вы, что каждый телеведущий должен уметь петь, выступать на сцене, как я, или хотя бы посещать уроки вокала? Зачем? Ведь это очень важно для диктора. На занятиях по вокалу телеведущие учатся правильно дышать. А еще занимаются артикуляционной гимнастикой. В общем, улучшают дикцию, чтобы читать новости четко, понятно и интересно. Про тех, кто крепко сдружился, порой говорят – спелись. Вот и наш коллектив корреспондентов сегодня будет дружно и весело учиться. Чему? Петь и правильно говорить. Отправимся мы в школу вокала «Нотафак» прекрасному педагогу Ане Александровне Боровских. От занятий в ее студии повышается тонус организма, укрепляется дыхательная система, а еще и вокальные таланты раскрываются. В общем, сплошные плюсы. Поэтому сегодня мы как раз вот этим и займемся. Сделаем артикуляционную гимнастику, почитаем скорогопорки, подышим, попоем распевочки разные. Теперь разминаем губы. Подарим воздушные поцелуи, обкусаем верхнюю и нижнюю губу. Поцикаем. Цикаем, 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 цикаем. Ага, ага, ага. Так, дальше. Вытянули пятачок наверх. Уловнулись. Уловнулись. Одну скороговорку мы читаем четыре раза. Первый раз мы ее читаем просто, да, то есть скорость не имеет значения, имеет значение, насколько четко вы произносите слова. Карл у Клары украл кораллы. Карл украл, украл кораллы. А Клара украла, украла кораллы. Ага, смотри, малыш. Значит, четче. Карл декламируешь речь. Карл у Клары украл кораллы. С четкой дикцией. А Клара украла, 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 нет. Умница. Еще. Даже за одно занятие можно существенно улучшить дикцию. Для этого ребятишкам нужны интересные упражнения. Помощь и поддержка педагога, который видит и слышит ошибки со стороны. Может подсказать и откорректировать речь, верно направить. И дать еще упражнений. Зубы внутри разомкнуты, губы сомкнуты. Пытаемся проговаривать языком, чтобы тоже мышцы работали. Работа над текстом должна быть серьезной, но при этом приносить радость. Ведь именно радость и доброжелательность отражаются в голосе. И нас сразу приятно слышать. А теперь пришла пора дать кислородный коктейль организму. Провести дыхательную гимнастику, которая очень полезна для здоровья. Руки на уровне плеч. Ага. Вдох через нос. Значит, руки в кулаки сжимаем во время вдоха. Выдох через рот. Разжимаем. И поехали. К себе вдох, от себя выдох. Да? Ну и теперь пришла пора самого главного, что объединяет в себе все наши навыки. И правильное дыхание, и артикуляцию, и даже настроение, и актерское мастерство. Это, конечно, вокал. То самое чувство, когда ты круче всех. То самое чувство, когда ты на волне. То самое чувство, когда ты круче всех. Круче всех. У тебя все получится. Прыгаем! На сегодня это все. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok над оригинальным подарком. Подарите песню. Телепроект «Детская служба новостей» напирает корреспондентов и телеведущих, мальчиков и девочек от 6 до 16 лет. Каждое воскресенье мы будем снимать познавательные сюжеты, спортивные репортажи, кулинарные шоу, программы о животных, обзоры культуры и другие. В детской школе тележурналистики мы развиваем у детей такие навыки, как красиво и грамотно излагать мысли, писать, говорить, иметь четкую дикцию, выступать, общаться с людьми, уверенно чувствовать себя перед объективами фотоаппарата и камеры. В нашем телепроекте ребятишки становятся не только корреспондентами и телеведущими, они еще и каждый раз отправляются на съемку и узнают много нового. Делая репортажи, они рисуют вместе с художниками, учатся кататься на пони, записывают эфиры в настоящем телепавильоне телекомпаний, готовят с шеф-поваром. Каждый съемочный день новое место, новые люди, новые знания, свежие впечатления. Торопитесь, в группе всего 7 человек.